В истории России много тайн, но есть одна, которая не давала мне покоя с юности. Я решил не сидеть с лошаруки и отправиться на поиски ее отгадки. Мне пришлось побывать в очень необычных местах. Моё путешествие пролегло через такие уголки России, которые не найти даже в Википедии. Я посетил мифический архипелаг в Швеции. Нашел в Германии древние деревни славян. Увидел своими глазами легендарный город Аркону, который до сих пор охраняют языческие идолы русов. Пришлось лететь, плыть, проехать тысячи километров, даже заглянуть в Америку. И все это в поисках истины. Откуда есть и пошла земля русская? Кто были наши предки? Кем был Рюрик, основатель государства российского? Теперь я уверен, что нашел ответы на эти вопросы. И еще попутно готов приоткрыть завесу с тех тайн, о которых в течение веков у нас не принято было говорить. Кто же такие русы? И почему варяги никогда не были скандинавами? Впервые о Рюрике я услышал в школе. Нас учили, что Рюрик – это легенда, выдумка. Отец мне на это сказал. Не все, чему учат в школе, правда. И дал прочитать историка Карамзина. Хорошо, прочитал. Понял. Рюрик был на самом деле и был основателем государства российского. Но не понял, откуда все-таки он пришел на наши земли. Карамзин был величайшим российским просветителем начала 19 века. Его история государства российского, по выражению современников, приохотила даже дворян к изучению отечественной истории, о которой почти ничего не было известно. Пушкин писал, все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Как же так? Почему русские люди до Карамзина не знали своей истории? Дело в том, что историческая правда в России уже с 18 века сознательно искажалась и уничтожалась историками-немцами. Достаточно сказать, что только трое ученых в Петербургской академии наук были в то время русскими, остальные – немцами. В своих сочинениях они утверждали, будто древнерусское государство было основано германским народом – шведами. От них славяне переняли культуру, быт, военно-искусство, язык и даже само название своего государства – Русь. Тех, кто до сих пор придерживается этой точки зрения, называют норманистами. От слова «норман» – северный человек, житель Скандинавии. Лавануцев писал, каких пакостей наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина. Это он писал, будучи членом Академии наук. Значит, он обвинил в засилье иностранцами русской науки, которые плодят немыслимые теории, где превращают жизнь славян в жизнь намадов, дикарей. Великий Карамсин, безусловно, был истинным патриотом отчизны. Но в то время была уже сформирована позиция государства. Первыми князьями Руси были шведы, то есть выходцы из народа германского. Карамзин не мог ослушаться и перечить царям. Но, несмотря на государственную позицию, он намекнул, что варяги-русы могли быть и не шведами, а прийти с земель исконно славянских. И все-таки интерес к этой тайне у меня появился тогда с одной фразы норманиста Карамзина, на которую мало кто обращал внимания. Сообщим и другое мнение с его доказательствами. Рюрик с братьями вышел из Пруссии, где издавна назывался Курский залив Руссною, северный рукав Немана – Руссою, а окрестности же их – по Русьям. Впрочем, не будем забегать вперед. Я думаю так. Чтобы легче было понять, кем был наш первый великий князь Рюрик, надо сначала понять, кем он не мог быть. Об этом сегодня многие знают, в том числе известные люди, которым не по душе предательская теория немецких историков. В нормандской теории нет слабых мест, потому что это сплошная ложь и фальсификация, подхваченная советскими учеными. При Анне-Анне были приглашены ученые – Шлетцер, Миллер, моложе их, Байер. Шлетцер не знал русского языка, он знал китайский язык. Миллер объездил все монастыри, вазами вывозил ценнейшие рукописи, в которых содержалась история не только Рюрика, а и великого рода славянского до Рюрика. Вот так трое немецких ученых, приближенных к царскому престолу, всего за два века перевернули историю государства российского, приписали нам в отцы основателя, варяга Скандинава, и наши государи поддержали эту теорию. Впрочем, это понятно, ведь Романовы тоже были немцами. Им по душе пришлась теория, будто славяне народ, конечно, талантливый, но только под руководством немцев. Когда опубликована была статья Байера, потом Миллерская диссертация, она встретила возражения, обычно говорят только Ломоносов, ни в коем случае. Вся академия, по сути, вся академия петербургская отвергла диссертацию, точнее, речь Миллера о происхождении народа и имени российского. И все-таки разврелась нормандская теория по множеству изданий и учебников. А ведь такие великие мыслители, как Татищев, Ломоносов, Державин, Сумароков, Шишков и многие другие патриоты, отчизны не просто возражали против этой фальсификации, негодовали. Попробуй, наука! Вот тебе академическая крыса, и тебе! Самым ярым противником предательской нормандской теории был великий русский ученый Ломоносов. Он в своих трудах утверждал, что славянская история на несколько тысячелетий глубже и что ее надо рассматривать вместе с историей всех европейских народов. Михаил Васильевич был таким патриотом истинным Отечества, что однажды на ученом совете не выдержал и подрался с немцем-академиком, за что был взят под стражу и посажен. Ненадолго, но посажен в Петропавловске родили. Не дали, как вчера. Я купил книгу, новую историю. Я ее открыл, я вся открыла эту часть. Там написано, Рюрих был шведом. Представьте себе, сколько поколений россиян воспитывались на этом историческом мираже, хотя уже живем и в 21 веке. И давно открытия современных ученых никак не согласуются с нормандской теорией. Вот эта вот теория о том, что это были чужаки, не проходит ни по логике, ни по ДНК-генеалогии. Предки восточных славян, они намного старше предков нынешних испанцев, англичан, ирландцев, французов, скандинавов. И все-таки мы продолжаем верить и учить наших детей, что Рюрих пришел из Скандинавии на глупую дикую Русь. Есть древняя русская пословица. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет, вон оба глаза. Среди российской молодежи усиливается национализм, появляются даже неофашисты, скинхеды. Такого на Руси никогда раньше не было. Я считаю, это от незнания своих корней. Когда обрубают корни, увядает все дерево. Рождается комплекс неполноценности, который делает молодого человека слабым. Сильный, крепкий духом человек никогда не лезет в драку. Безверие в самих себя, вот, наверное, что унижает еще больше. Безверие в самих себя, поэтому мы с большой охотой верим в том, что нами всегда во все времена управляли иностранцы, а мы сами собой управлять не можем, не способны. Итак, имя исторического миража – норманизм. Вам кажется, я преувеличиваю масштаб проблемы? Ну уж нет. Я часто опрашиваю своих зрителей на концертах. Вот их ответы. Вы слышали такое имя Рюрик? Кем он был? Как он появился? Вот вы знаете? По-моему, мне кажется, он поляк. Скандинал. Норвежец. Еще в школе же учили, что Рюрик относился к варягам. А варяги? Варяги – это шведы. Я считаю, что из тех мест, где современная Дания. Некоторые говорят, что это мифический персонаж, а его на самом деле не было. Вы понимаете, насколько нужен фильм о том, кем был Рюрик? Да. Ведь не знаю. Посмотрите, пять человек, пять разных мнений. Знаете, что подвигло меня на путешествие в поисках исторической истины? Это глубочайшая вера у нашего народа в другую Русь. В другую историю. В другие корни. В правду, а не в кривду. И вы даже не представляете себе, сколько у нашей правды сторонников. Причем как среди больших ученых, так и просто среди людей, неравнодушных к истории своего государства. Мне совершенно непонятно, как могли, скажем, старейшины славянские, новогородские, кривичей, балтов, угрыфинов, как они могли призвать людей совершенно иной культуры, иного языка. Я считаю, что переписывание истории – это вещь недопустимая. Потому что в школе переписывают, когда плохо что-то написано – это полезно. А переписать историю – это преступление. Я, например, учился по одним учебникам. Дети учились уже по другим учебникам. И те же самые факты – вот какая-то иная политическая составляющая. А сейчас даже в регионах разных учебники – такое впечатление, что успели записать последнее мнение последнего губернатора. Я даже всегда пользуюсь этим хорошим таким афоризмом Михаила Задорнова о том, что у нас страна с непредсказуемым прошлым. Это действительно так. Совершенно некая потерянность существует, потому что очень бы хотелось, как я сказал, уже заглянуть в то время и посмотреть, как это на самом деле реалий. Я думал, с чего начинать свое историческое расследование. И решил, раз историю человеческой жизни начинают сегодня писать формально со свидетельства о рождении, попробуем найти таковое у Рюрика. И оно есть. Лаврентьевский свод летописи. Ученые полагают, что в начало этого свода положены записи, сделанные легендарным монахом Нестором под названием «Повесть временных лет». Древнейшая летопись хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. И я отправился туда. Вот, читайте. Вот тут читайте. Земля наша велика и обильно. А, обильно, обильно я бы не прочитал без вас. Обильно, обильно. Омега впереди. Омега, да. А наряда. А наряда. Да. В ней нет. Ну. Эти слова, с которыми славяне обратились к варягам, стали знаменитыми в веках. Вот только эту фразу, которую я только что прочитал, перевели-то не точно. И она стала звучать, будто ее написал современный сатирик. Земля наша богата, а порядка в ней нет. Казалось бы, незначительная ошибка. Но что значило слово «наряд» в то время? То, что делало жизнь нарядной. Для страны это армия, флаги, дворцы, гимны, все то, что создает крепкая власть. Кто же такие варяги, которых славяне просили нарядить свои земли? Шведы, нурманы, англы, финны? Ну, шведами, как сегодня многие считают, они быть не могли по простой причине. Швеции в то время не было. Было племя свеев. Однако не будем гадать. Ответ на вопрос, были варяги скандинавами или нет, достаточно точный, дает нам та же повесть временных лет. И вот, пожалуйста, к варягам проси дальше чего? Сицы, бося, зваху, ть, варязи. Вот ваш вопрос. Сицы, бося, те, ибо те, звали себя варягами. Вот они все тут перечислены. Свеи, урмани. Те звались варяги. Да. Те сами себя называли варяги. Как те свеи, а те урмани. Как друзей другие. Да, как другие звали свеи, а те урмани. То есть будущие шведы. Урмани – это нурманы, которые потом мы узнаем, как Норвегия. Вот. 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 Написано, что это совершенно разные народы. Эти – Русь, а эти свеи. Конечно. Вот, и пришли. И вот пришел. А, и взял он… У меня радость, как у ребенка. Вот оно как оказалось. Первый наш летописец Нестор дал сразу понять, что варяги не были ни шведами, ни норманами, ни англами, ни готландцами. Я понимаю, почему летописец не разъясняет нам, кто такие варяги. В его время это все знали. И я обязательно расскажу, кто они, эти загадочные варяги. А Нестору и на ум не могло прийти, что его текст когда-нибудь будут переводить, перевирать, приспосабливая под свои политические идеи. Эпоха рождала определенные политические требования у той же Швеции в отношении России. Желание поживиться слабостью нашей страны, желание поживиться территориями. И тут очень удачно подвернулись варяги древности, которые играли важную такую роль. И поэтому, знаете, в Средневековье, да как сейчас, очень часто апеллируют к истории, к прошлой. А вот тогда так было, тогда так было. Поэтому шведы очень хорошо решили разыграть эту карту, ну, в политических интересах, не думая, что, наверное, эта нормандская теория станет такой всеядной или массовой. Я восхищаюсь фальсификаторами, которые сумели убедить всю страну и весь славянский народ в том, что варяги и шведы – это одно и то же. При том, что они противопоставлены друг другу даже в основном летописном своде. А далее на страницах того же свода написано, как варяги основывали города со славянскими названиями и говорили на славянском языке. Рюрих же не пользовался переводчиками. Его все понимали, и он всех понимал. Культура была одна и та же, воинская культура одна и та же. Летописцы России нигде не упоминают о толмачах-переводчиках между варяжскими правителями и их сподручниками, разосланными по Руси и славянскими народами. Явное доказательство, что язык их был общий, и девятое столетие было попозже вавилонского столпотворения, а норманы ни одним языком говорили со славянами. Самое интересное, что именно здесь, в Российской национальной библиотеке, мне по секрету рассказали, что из современных ученых-историков и археологов никто этот лаврентьевский свод не смотрел. В своих трудах они пользовались уже более поздними переводами с него. И чем глубже в прошлое, тем легче было изменить эту историю, потому что тем меньше оставалось источников или людей, хранящих те или иные знания, информацию, навыки. И вот когда не стало одних, вторых, третьих, четвертых, когда начали уходить ведические знания, когда начали осуществляться жесточайшие подмены смысловые, то начало разрушаться вот это самое родовое древо, та самая культура. Какие же доказательства того, что Рюрик был шведом, сумели немецкие ученые-гастарбайтеры найти более убедительные, чем записи в русских летописях? Первое. Якобы такого имени у славян Рюрик не было. Зато готовы? Всем известно шведское имя Эрик. Чем не Рюрик? Но если следует такой логике, то и шекспировский бедный Йорик тоже был шведом. Более того, один из немцев-академиков даже написал труд, в котором утверждал, что все славянские имена произошли от немецких. Например, Святослав от Свинельда. Но Святослав это же славь свет, а Свинельд полная несуразица даже на языке свеев. А Владимир, уважаемое нами имя, от Вальдемара. Но Владимир это владеющий миром, а Вальдемар еще больше несуразица, чем Свинельд. А Барин, наше слово Барин, готовы? От барана. Вот. До сих пор находят артефакты с изображением сокола при раскопках древних западнославянских поселений. Вот, например, пряжка воина, 7 век, еще более 200 лет до образования Руси. И это неудивительно, ведь сокол был священной птицей славян. Пикирующий сокол изображался на гербе древних славян. Сегодня, кстати, он сохранился на гербе Украины. Пикирующий сокол, сокол, который с огромной скоростью, скоростью 300-350 км в час, рассекая воздух быстрее полета стрелы, производя при этом свистящий такой вот шипящий звук, растворяясь в воздухе, как капля дождя, пикирует вниз, это прежде всего бесстрашие, это прежде всего отказ от страхов, это стремление к цели, это очень точная цель и указание. И это прежде всего царственность. Кстати, те же шведы-свеи поклонялись не соколу, а ворону. Разница между соколом и вороном весьма существенная. Сокол, птица, воин. Падалью не питается, нападает только отважно в полете и спереди. Сокол не победим ни орлом, ни коршуном. Не случайно, видимо, наших советских летчиков называли во время войны соколами. А ворон питается падалью. И бандитам-викингам этот символ пришелся по душе, ведь они питались грабежами. Не то, что благородный сокол. Какая красивая птица. Не просто птица-охотник. Птица-боец. И вот кажется равнодушный, спокойный. А на самом деле, эта птица отважная. Она в любой момент готова полететь на защиту своего рода. Итак, доказательство «Рюрик Эрик» весьма неубедительное и даже вызывает иронию. Так кем же был Рюрик? Археологи, которые проводят раскопки вокруг Старой Ладоги и Новгород утверждают, что он был шведом, поскольку при раскопках найдено много скандинавского оружия 9 века. Ну, как говорят в Одессе, не смешите меня, у меня губа отрезнула. Если лет через 500 будут проводить археологические раскопки в Африке, то, следуя подобной логике, ученые решат, что в Африке жили сплошь русские. Повсюду автоматы Калашникова. Через тысячу лет раскопают наши курганы на месте того, где мы находились, Москва, Петербург и прочее, то окажется, что здесь не было вообще никого, кроме французов, итальянцев, немцев, японцев, потому что их остатки, их иномарок, их обуви, их одежды, и французский флакон от французских духов, и все это являются потом архефактами огромной цивилизации и экспансии западного мира на территории не только России, но и всей Евразии. Ну и что из этого, понимаете? Однако есть у норманистов козыри и повесомие. Например, выражение, которое сегодня на слуху у каждого – «Путь из варягов в греки». Принято считать, что этим путем именно скандинавы ходили с славянскими реками на своих кораблях торговать с Грецией, с арабскими странами. Ну что ж, я в судоходстве не специалист, поэтому давайте обратимся за разъяснениями к ученому Андрею Лукошкову. Уже много лет он занимается подводной археологией. Греканское количество нового материала появилось, которое позволяет иначе интерпретировать, по крайней мере, торговые связи. А это ведь и есть основа государства. Русь, древняя Русь – это водная цивилизация. И именно реки и транспорт объединяли гигантские территории. Ну представьте себе, от Киева до Новгорода дорог в то время ведь не было. Сначала Лукошков изучил, чем отличаются скандинавские корабли от славянских. Потом была организована специальная экспедиция, которая решила выяснить, о каких затонувших кораблей на дне наших рек больше – скандинавских или славянских. Результаты оказались сенсационными. Великие по своей конструктивным качествам скандинавские корабли, они, к сожалению, не могли плавать по нашим рекам, потому что они не могли проливать пороги. Они были очень тяжелые, с массивным килем, с несущей обшивкой, так называемая технология, которые ломались при первом же ударе о первой речной камень. Славяне использовали суда типа река-море, которые могли плоскодонные проходить по реке, и потом могли плавать по мелководному, опять же, побережью Южной Балтики. Однако выражения из варяга в греке летописны. Раз такой путь для торговцев существовал и не раз упоминается в исторических записях, а суда, на которых они ходили на юг торговать, не были скандинавскими, то варяги не были скандинавами. Так все-таки, кем же были эти загадочные варяги? А я предлагаю подумать, что могло означать слово варяги в русском языке. Вот смотрите, тот, кто трудится, много трудится, трудяга. Кто много работает, работяга. Тот, кто набрал на себя много дел, не может справиться, начал жульничать, деляга. От какого же слова могло произойти слово варяги? Очень просто. От слова варить. Что же могли варить варяги? Тоже очень просто. Варяги варили соль. Соль была дорогущим продуктом. Если жена рассыпала соль ей, ой, как достанется от мужа варяга. Поэтому даже родилась народная примета, рассыпанная соль к соли. Понятие варяги – это не относится ни к одной национальности. Это не национальность, это профессия. В то время варяг – это человек, занимающийся разбойным промыслом. Это образ жизни был такой. Это просто один землю пашет, другой на охот ходит. А третий ходит разбойничать, полевой командир такой. И варяжские дружины были в том числе и славянские. И сколько угодно их было. Позже из тех, кто варили соль, выделились торговцы этой солью. Они нуждались в защите своей прибыли. Ведь соль в то время была, как нефть сегодня. Из варягов стали создаваться дружины. На юге светловолосых русых бойцов севера называли русами. Вот так и родилось словосочетание «варяги-рус». Я хотел разобраться сам, а кто они были. Просто принять точку зрения «варяги – это норманы» или «варяги – норманы» я не мог. Я все больше и больше убеждал, что «варяги» – это связано с Южной Балтикой. Это та территория, на которой проживали южно-балтийские славяне. Но норманофилы, позвольте, я буду Фредих так называть, указывают нам точное место, откуда пришел скандинав Рюрик со своими братьями княжить к славянам. На южном берегу Швеции есть такое местечко, называется Рослаген. Вслушайтесь, Рослаген. Согласно норманофильской теории, от названия этого места произошло и слово «русь». Так что держава Россия началась с Рослагена. Интересно, почему этим ученым в голову не приходит, что еще задолго до образования Руси, помимо Рослагена, во всей Европе было множество поселков, городков, речек, озер, в названиях которых корневая основа «Рус», «Рос», «Рас», что тоже от шведов? И все-таки, раз наших предков так накрепко связали со скандинавами, что даже про родину Руси и ту определили в Швеции, я решил отправиться за море на, извините, про родину. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет, и кораблик этот – память о нашей глубинной истории. А теперь я хочу представить вам ученого Лидию Грот. Она живет в Швеции. Лидия изучила множество шведских источников, но главное – сделала, я считаю, самое сенсационное открытие, после которого спорить с норманистами бессмысленно. Все равно, что спорить с дыркой от бублика с рукавами от жилет. Вот видите вы сейчас эти горы? Вот в 9 веке их наверняка еще не было. То есть они только-только начинали, этот островок, эта вот глиба начинала только подниматься со дня моря, как древние ребра земли выпирать из воды и греться на солнце. Это и есть тот самый Рослаген, Зи-Лэнд, в переводе – земля-море. Сегодня на этих островах стоят небольшие туристические домики, рыбацкие постройки, маяки, а тысячу лет назад здесь была водная гладь. Так что Рюрик, конечно, мог прийти с Рослагена, но только в том случае, если он был садком. Вот посмотрите, поначалу на них нарастали такие вот небольшие мшиные как бы пятнышки. Потом в некоторых ложбинках собирались песчинки земли, на них начинала прорастать трава. Постепенно небольшие деревца. И проходили столетия, пока вот эта каменная глыба становилась прикодной для человеческого жилья. Но тоже на этих глыбках, вот вы видите, ну как здесь вот город построить? Вот пусть эти самые энтузиасты викингов скажут, как вот на этом фундаменте построить город. Какие же это были ученые, если даже не удосужились узнать, могли жить на Рослагене во времена Рюрика люди или нет? Норманистов вообще все чаще ловят на откровенном вранье. Далеко ходить не приходится. Та же Швеция, Стокгольм. Здесь в историческом музее стоит копия знаменитого Перейского льва. В 18 веке на нем вдруг обнаружили руны, которые вещали о Рослагене, как о родине некоего князя, который ушел из этих мест со своей дружиной на восток и стал там править. В 1984 году очень известный шведский рунолог Свен Янсен написал специальную статью про руны Перейского льва, где сказал, что ничего подобного там даже и близко нет. Это какие-то там есть отдельные слова, несвязанные. Все это начертано было еще в разные периоды. И, короче говоря, Перейский лев никакой связи ни с Руслагиным, ни со свеями не имеет. Я считаю, что после всего, о чем поведала нам Лидия Грот, бессмысленно делить людей на норманистов и антинорманистов. Я бы предложил другое разделение на образованных и недообразованных. Да, я высказался сейчас резко, но не без причин. На теорию норманистов опирался в свое время Гитлер. Гиммлер в своих трудах писал следующее. Этот низкопробный людской сброд славяне сегодня столь же не способны поддерживать порядок, как не были способны много столетий назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюрика. Пригласить чужака, ну, это было бы абсолютной глупостью. Человека вне традиции, вне мировоззрения, космогонии, бытов, нравов призвали, это что означает, из другой страны или с другого континента? Призвали, это значит пригласили, предложили ему возглавить то или иное направление. Они выписали его из далекого далека, как некого чужеземца, с просьбой, значит, попытаться разобраться в том, что здесь происходит, и осуществить некое правление над неорганизованными сообществами разных родов и племен. Но это колоссальная утопия. Вот, оказывается, в чем основная задача теории норманофилов. Убедить славян, что они ни на что не способны без чужестранного руководства. Что до прихода скандинавов славяне были варварами и тикарями. Человек заморский всегда вызывал какое-то неподдельное уважение и интерес. Человек, плохо говорящий по-русски, вызывает больше интереса и симпатии, как ни странно, чем твой дядя Петя рядом. Но подождите, давайте взглянем на карту. Смотрите, в глубоком средневековье Русь восточных славян называли гордарика, то есть страна городов. Более 40 городов уже стояли от Смоленска до Изборска, а в Скандинавии ни одного. Как же могли оккультурить славян-скандинавы, если сами, как показывают карты и раскопки, были в культурном отношении гораздо ниже? Может быть, это не совсем корректно покажется, но что уровень культуры восточнославянского мира, уровень развития государственности восточнославянского мира, особенно с центром в Киеве, но, естественно, с центром на севере, в Новгороде, был намного выше, с Вильсонно, чем скандинавский мир. Однако официально об этой глубинной культуре наших предков не принято упоминать, хотя доказательств тому множество. Но найдут при раскопках, скажем, стеклодувную мастерскую или высокотехнологичную по тем временам кузницу, и что сделают? Закопают или положат артефакты на дальнюю антресоль, чтобы не привлекали внимание инакомыслящих? Ну, что я могу сказать? На самом деле у нас очень многое осталось. Мы просто не всегда в курсе того, что мы имеем и что мы храним. У нас сохранилась и обрядовая практика, достаточно архаичная, и когда мы начинаем выстраивать вот эти вот обряды, их семантику, обнаруживается, что они архаичны не только древнегреческих, но даже зафиксированных, ну, в древнейшем памятнике индоевропейских народов, ликвидия и авобисти. Теперь, внимание! Мы подошли к одному из самых разгромных аргументов против нормандской теории. Этот аргумент выдвигает самая продвинутая ныне наука ДНК-генеалогия. Археологи, они рассматривают материальные признаки и строят все свои классификации на основе материальных признаков. То ДНК-генеалогия оперирует понятием рода. И если это один род меняет по ходу своего развития материальные признаки, это разные культуры археологические, но это один и тот же род. Поэтому родов гораздо меньше, чем культур археологических. Профессор биохимии Гарвардского университета Анатолий Клёсов, личность легендарная. Доктор химических наук в СССР он преподавал в МГУ, заведовал в лаборатории Института биохимии Академии наук СССР. Сегодня он один из самых авторитетных ученых в мире в области ДНК-генеалогии. И вот его выводы. Предки восточных славян, они намного старше предков нынешних испанцев, англичан, ирландцев, французов, скандинавов. Далее крупная скандинавская группа ушла как раз с русской равнины. И поэтому эти гаплотипы, а гаплотипы это и есть те наборы мутаций в ДНК, есть такое понятие, как скандинавская группа. Они очень близки к нам, к восточным славянам, но они в основном коротируются в Скандинавии. Но они вторичны по отношению к нам. Профессор Клёсов считает, что славяне, восточные, западные, это одна группа для ученого генетика, АР1А. Так вот, древний славяне оказалось еще древнее, чем считалось. Ломоносов-то оказался прав. Славяне понятие многоплановое. Славяне можно рассматривать, то есть, к примеру, лингвистики. Да, языки славянской группы. Да, полторы тысячи лет назад. Но не ограничено дело лингвистикой, А как насчет родителей? У тех, кто были полторы тысячи лет назад, у них были мамы с папой, конечно, были. А у тех? А у тех? А у тех? А когда они жили там же, тоже на русское равнение, они передвигались взад-вперед, но они жили там пять тысяч лет. Поэтому история славян, на самом деле, если уйти от языка, как бы к наследственности, к людям самим, это уже насчитывает не менее пять тысяч лет. А на самом деле в Европе это примерно девять тысяч лет. И так мы относимся к древнейшему народу. Наша история старше истории большинства народов, населяющих современную Европу. Как же быть? Неужели нам так и не удастся никогда узнать правду о нашей неотредактированной истории? Да нет же! Есть на свете люди, которые берегут славянское прошлое так, словно это их родная история. Это готовы немцы. Да-да, именно в Германию я отправился на поиски утерянной истории наших славянских предков. Мы находимся в типичном немецком деревенском поселке на севере Германии, неподалеку от южного берега Балтийского моря. Но что меня поразило и удивило, название автобусных остановок, городков, деревень, поселков, по которым за день проходит местный автобус. Зачитываю. Бантов, раков, буков и рядом ньюбуков, новый буков, пепелов, наконец, русов, строгов и рерик. Представляете, утром с этой остановки местные немецкие крестьяне разъезжаются на работу. Кто в буков, кто в пепелов. Что это? Немецкие слова, похожие на русский? Или действительно сохранились древнейшие названия славянских поселений? Давайте посмотрим на карту. На этой карте указано, где ведутся археологические раскопки. И тут я хочу выразить сердечнейшую благодарность нашим немецким друзьям-археологам. Более 500 древнейших славянских поселений раскопали они на территории северо-восточной Германии. И не только раскопали, но еще и не закопали, как это часто делают наши. Более того, некоторые из этих городищ реконструировали. Эти домики благоразумно строили завалами, которые служили природной защитой для жителей поселения. Теперь здесь запрещено любое строительство. Это памятник, и он охраняется государством. Сегодня даже в школьных учебниках можно прочитать о том, что у славян не было никакой культуры до конца 10 века. Но посмотрите, с какой культуры выстроены эти дома, какие были кузницы, какие технологии изготовления судов, амбары, сараи, как они остроумно были придуманы. Даже пристаньки для корабликов. Посмотрите на это судно. Воссозданный в точности славянский речной кораблик 8 века. 8 века. Посмотрите, какие технологии, какая культура строительства речных судов. Разве могли строить такие лодки, корабли, люди, которые ведут звериный образ жизни? Однако до сих пор норманисты упорствуют. Все искусство, традиции, уклад донесли до неразумных русичей скандинавы, обучили всему этих дикарей. Это вот такое ложное представление, что кто-то пришел и принес. Культуру невозможно прийти и принести. Это не колчан со стрелами, это не повозка, не телега со скарбом. Это опять же целый мир, мироощущения. Но вот что особенно отличало славян от многих народов Средневековья. Были очень чистоплотными, у славян были бани, они любили мыться. Может, поэтому не случайно многие короли Средневековья, западных держав, любили жениться на славянских книжнах, были чистыми во всех отношениях. И тоже, на мой взгляд, весьма любопытно, что многие болезни, из-за которых начинались эпидемии в средневековых странах, не зафиксированы на тех территориях, где были бани, где любили мыться. А бани, прежде всего, конечно, были у славян. Славянки не только могли выращивать и собирать урожай наравне с мужчинами, вести домашнее хозяйство, они были хороши собой, покорны, сладкоголосы. А посмотрите на эту восстановленную немецкими этнографами одежду наших славянских предков. Одежда в IX веке служила не только костюмом, но и своеобразным паспортом. По крою и узору рубахи, например, можно было все узнать о человеке, о его роде. Еще римский летописец Тацит писал о существовании на севере богатейшей страны Варангии, откуда в Рим привозили соль. Славяне позже стали называть эту страну Вагрии, а ее жителей Ваграми или Варягами. Интересно, что одна из сегодняшних провинций в Германии, которая находится именно на этом месте, называется Варин. Вот так выглядели жители Старграда, жители страны Вагрии. Ну, посмотрите на них. Ну, вылитые наши новгородцы. Что же это за неизвестное славянское прошлое? Давайте опять взглянем на карту средневековой Северной Европы. Тут много интересного. Смотрите, там, где находится сейчас город Ольденбург, стоял город Старикрад. Шверин назывался Зверин. Первоначальное название города Шлесвик Славсвик. А вот известный портовый город Росток в устье растекшиеся реки Варнов. А теперь, о, прочитаем энциклопедии то, что удивит немало людей. Берлин был основан славянскими племенами Бодричи, Лужичан, Лютичий и Палавскими славянами. Испокон веков германские и славянские племена были самыми близкими соседями. Германцы больше любили воевать, славяне земледельничать. Когда Европа, благодаря таким рабовладельческим цивилизациям, как Рим и Греция, превратилась в поголовную мясорубку, славяне начали уходить все далее на восток, чтобы спокойно продолжать земледельничать и мирно жить. Сегодня модно говорить о мужской и женской энергиях. Славяне западные, которые вынуждены были столетиями воевать с германскими племенами, развили в себе энергию воинов, мужскую энергию. А славяне восточные, ремесленники, крестьяне берегли женскую энергию земли матушки. Вот так объединились варяги, русы, воины с женской энергией огнищан, крестьян, земледельцев. И родилась Русь. Ладога. Сегодня сюда съезжаются любители истинной славянской истории. Их становится в России все больше. Народ интересуется, внимательно изучает историю, воссоздает костюмы, традиции. Неравнодушен наш народ к своим корням. Он взял на себя задачу восстановить ту историю, которую не хотят восстанавливать ученые, видимо, из-за страха хоть что-нибудь нарушить в своих форматных знаниях. Когда мне в детстве мама читала сказки, довольно часто она именно использовала мифы, например, древней Греции. Рассказывала про греческих богов, я спрашивала, а наши-то какие в древности были? Она говорит, я не знаю. И меня всегда этот вопрос удивлял, почему мы так много знаем о богах Египта, о древней Греции, а о своей культуре практически ничего. Вскоре после того, как образовалась Русь, а потом главным городом ее стал древнейший город Киев, славяне приняли новую веру. Какое родное и приятное для любого русского слова православие. Славь, правь. Земля наша нарядилась множеством церквей, храмов божьих. Но это не значит, что мы должны забывать тех вредков, которые, объединившись, подготовили рождение Руси. Итак, обладая такой глубочайшей историей прадедов, мы до сих пор верим, что они в IX веке пустили на свою землю чужаков и упросили их править нами. Все это очевидно от нашей безграмотности. Забыли, что лишь в знании своих истоков вкроется сила народа. Когда я знаю мою, так сказать, вот, родословную, я признаюсь, у меня шаг более упругий, и спина более прямая. И, понимаете, я иду, на моих плечах ответственность не подвести. Понимаете? Это звучит, конечно, как-то так пафосно, но, зная моих предков, у меня достоинство выше, чем если бы я знал там на одного-два поколения в год. Понимаете? Вот мне кажется, что в России это должна быть непременная часть русской национальной идеи. Тот, кто хочет узнать правду, должен рассматривать все доказательства. Летописи, топонимику, посуду, оружие, результаты археологических раскопок, геофизику, антропологию и, конечно, этимологию родного языка. Принимая во внимание все эти слагаемые, я считаю, нам удалось сделать четкий вывод, кем наш князь Рюрик не мог быть. И мы можем теперь с большой долей вероятности ответить на главный вопрос, кем он был и кем были загадочные варяги-русы. А для этого наше путешествие должно продолжиться. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.К. Кем был тот первый русский князь Рюрик, с которого, как написано в летописи, есть и пошла земля русская. Я взял на себя смелость провести собственное историческое расследование и многое выяснил. Например, кем не мог быть Рюрик. Норманисты утверждают, что Рюрик был шведом. Это же следует из современных учебников, которые ссылаются на поезд ревяных лет. Однако Это легендарный летописец Нестор, оказывается, такого не писал. Его просто не так перевели. Те звались варяги, те сами себя называли варяги, как те свеи, а те урмани. Как друзей другие звались свеи, а те урмани. То есть будущие шведы. Урмани – это нурманы, которые потом узнаем, как Норвегия. Вот, 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 написано, что это совершенно разные народы. Выяснилось также, что Рюрик не был шведом еще и потому, что местечко Рос-Лагин, которое норманисты так услужливо назначили родиной Рюрика, в то время, в 9 веке, просто не существовало. Оно было под водой. Здесь была просто водная гладь, чайки, рыбы под водой. Вот это все, что природа предлагала на этом месте тысячу лет тому назад. Да, он был варягом. Да, существовал легендарный путь из варяга в греки. Но, оказывается, скандинавы этим путем никогда не ходили. А значит, варяги вовсе и не были скандинавами. Скандинавские корабли, они же не могли плавать по нашим рекам, потому что они не могли пролезать пороги. И, наконец, против норманистов выступает даже ДНК-генеалогия, которая сегодня уверенно заявляет, что славянский род, а значит, и культура, и традиции города намного старше предков нынешних испанцев, англичан, ирландцев, французов, скандинавов. Ну как же так вышло, что столетиями мы верили в исторический миф о приходе на дикую, глупую Русь мудрого правителей Скандинавии. Вот если бы у нас стояло здесь с вами священное дерево, и пришли бы откуда-то люди и начали его рубить, мы бы кинулись в топоры, чтобы охранить его. А когда ночью, как тати, они подрыли и подрезали корени, то мы этого не заметили с вами. Потом оно к осени посбрасывало листво, а весной почему-то ее не дало. Начали сходить другие семена. И мы сказали, это же на вашей земле растет, это ваше. Я убежден, пришло наконец время вырубить с корнем историческую ложь. И пойдем мы на норманистов не с доборами, а с научными аргументами. Итак, благодаря последним научным открытиям, мы смело можем утверждать, что Рюрик не был скандинавом. Но откуда он все-таки пришел со своей дружиной? Об этом мы сейчас вам и расскажем. Итак, в летописях его называют варягом-русом. Вы посмотрите, в летописи там есть многие народы. И Волохи там есть, и римляне там есть, и англичане там есть, и шведы, и норвежцы. Там нет только одной части. Это княжество южно-балтийского славянства. Лютичи, Бодвичи, Руяне, значит, и другие, которых нет вообще на карте, обозначенной Нестором. Он обозначил этот регион одним словом варяге. И сказал, что вот Рюрик и его братья варяги Русь. Предлагают правиться на южный берег Балтики, в германскую провинцию, которая называется вполне по-русски, помирание, то есть по морю расположенное. Именно здесь жили южно-балтийские славяне. Так откуда же пришел к нам первый правитель? Если вдумчиво прочитать летописи средневековых авторов, сравнить их с археологическими раскопками, которые недавно проводились здесь и на Ладоге, и не учесть, принять во внимание легенды, сказания, сохранявшиеся у местного населения до последнего времени, то можно с большой вероятностью утверждать, что наш первый правитель Рюрик пришел из этих мест, где сейчас находится город, который и в те давние времена, и сейчас называется по-славянски Рерик, что означает «сокол». Сегодня Рерик – небольшой курортный городок. С населением чуть более двух тысяч человек. А когда-то здесь была столица абодритов, палапских славян. Не правда ли интересное совпадение? Князь Рюрик и город Рерик. Западные славяне называли Рарагом или Рериком сокола. И такой же сокол был на гербе нашего князя Рюрика. Не много ли совпадений? Если еще учесть, что сами абодриты, по данным хронистов, называли себя тоже Рериками, то есть соколами. Интересная деталь. Викинги-скандинавы почитали ворону. И даже у их главного бога Одина было два ручных ворона, а варяги почитали сокола. По сей день сокол остался на гербе старой ладоги, куда и пришел князь Рюрик со своей дружиной. Ворон – это переносчик душ. Если сокол – это охотник, это истребитель, это нападающий, значит, то ворон – переносчик душ земли на ту сторону мира, на тот свет. Но вернемся в Рерик. Сегодня, глядя на эту уютную набережную и пестрые пляжи, сложно представить, что когда-то это был хорошо укрепленный город-крепость. Справа – море и высоченный обрывистый берег. Слева – мелководный залив. На грузных боевых кораблях к Рерику близко невозможно было подойти. К тому же укрепляли город-обережные валы. До сих пор по-немецки, кстати, вал, так и называется, валь. А в гавани стояла настоящая морская флотилия русов-варягов. Когда-то давным-давно, вот на этом самом месте, где сегодня стоят белоснежные современные яхты, стояли грозные варяжские корабли, лодьи. Заходили вон через тот пролив между мысом и островом, и интересно, что остров до сих пор называется Бустров. Есть легенда, будто в самом начале IX века данные не могли взять Рерик ни с моря, ни с суши. И тогда вызвали на переговоры князя-славян Готслава. Имя Готслава упоминается в разных средневековых хрониках и летописях по-разному. Готслав, Готлиб, Готлейб и даже Гудислав. Но мы будем его называть по-славянски Готслав. Имя означало «Годить славу», «В ожидании славы». И так он отправился на переговоры без охраны. Был уверен, что в лесу за спинами данных стоит конница союзников Лютичей. Не знал, что Лютичи накануне предали его и перешли на сторону врагов. Был тут же схвачен данными и казнен прямо на виду защитников Рерика. Пали духом защитники. Город был взят. Поселки вокруг города сожжены. И до сих пор один из поселков так и называется – Пепелов. Понимаю легенда. Но я часто больше верю легендам и мифам, чем официальные истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врет. А история официально меняется каждый раз со смены власти. Летописи все равно писали люди. Люди, которые тоже писали под воздействием своих собственных впечатлений, своего собственного характера, пристрастий, привязанностей. Поэтому летописи в чистом виде, допустим, воспринимать как неоспоримый факт истории тоже невозможно. История – это вообще мифология. Историю писали победители, это понятно. Победителями не победителей было много, а победителями себя считали многие. И во всех междоусобицах и войнах всегда погибали лучшие. О князе Готславе рассказывается в немецких хрониках. Из Иакимовской летописи, которая нам известна благодаря историку Татищеву, следует, что у князя осталось живых три сына. От жены славянки Сладоги Умилы, дочери князя Гостомысла, и звали их Трувор, Синеус и Рюрик. Еще одно указание на связь города Рерика с именем Рюрик мы находим у французского путешественника Мармье. В первой половине XIX века он посетил север Германии и записал местную легенду, будто бы очень давно три сына местного славянского князя ушли на восток, прославились и создали сильное государство Русь. Мармье привел даже их имена. Внимание! Рурик, Трувор и Сивар. В северной Германии о них помнили до XIX века. Немецкие археологи, изучая север Германии, нашли множество древних славянских поселений. Одно из них реконструировали. Ну вот посмотрите внимательно. Славянская лодка, долбленка. У меня за спиной хата, мазанка, прямо как в современной украинской или русской деревне. Мосток. И, наконец, один из главных домов такого городища, это дом жреца, святого человека, мудреца, старца. Он и был главным воспитателем княжеских сыновей. Я хочу выразить сердечную благодарность немецким ученым за то, что они с таким уважением относятся к нашему славянскому прошлому. Но вернемся в славный Рерик. Вскоре после разгрома данными он был восстановлен. Однако в памяти о прежнем городе его назвали Стареградом. Когда же немцы окончательно заселили эти земли, они перевели название на немецкий, и он получил новое имя – Альтгардс или Ольтгард. В 30-е годы, когда во время Третьего Рейха здесь стали проводить раскопки, то выяснилось, что на месте старого города располагался тот самый Рерик. Городу вернули его прежнее славянское название. Уж не знаю, что так впечатлило Гитлера. Скорее всего, он просто не знал, что слово Рерик – славянское. Итак, Рюрик – сын князя славяна Бодритов Гоцла. Если я вас еще не убедил в этом, взгляните на макленбургские генеалоги. В них зарисовано родовое дерево князей Абодритов, начиная с V века до XI. В одной из веточек этого древа мы видим листочки-квадратики, в которых указаны имена – Рюрик, Сивар, Трувор. Это подтверждает полностью не случайность записанной мармьей истории, ведь даже имена его героев совпали. Славянская культура – это целый мир. Во-первых, мир, основанный, как я считаю, мир, основанный на языке. Русская культура, в частности, она держится только на языке. Итак, город Рерик пал. Согласно всей той же легенде, когда Даны казнили Гоцлова, его жена умило стояла на крепостном валу со своими тремя сыновьями. Двум младшим она закрыла глаза, а старший, Рюрик, все видел и люто затаился. Их дядя, брат Гоцлова Троскон, смог вывести трех братьев вместе с матерью подземным ходом на берег моря, где уже стояли приготовленные к побегу варяжские ладьи. Три княжеских сына во главе со старшим Рарагом успели спастись. И на лодьях ушли на острова Балтийского моря к варягам русам, где их уже всерьез начали обучать боевому делу. Таким же были те самые варяги русы, которым летописцы причислили Рюрика и его братьев. Мы уже говорили о том, что варяги – это не национальность. Это воины, потому что есть психологические исследования, которые доказывают, что как бы там варяжское море – это вот море, где плавали, так сказать, эти воины. А русами называли купцов или воинов севера. За их русы или даже рыжие волосы и светлые глаза. Большинство из них были выходцами из многочисленных славянских народов. Молодые парни, не желавшие жить скучной крестьянской жизнью, которым хотелось приключений, романтики, богатств, сбегали на эти острова в Балтийское море и вливались в многочисленные дружины, ватаги, опытных воинов, сопровождали купеческие суда, как дружинники, служили в охране островов, некоторые сами торговали и, конечно же, пиратствовали. Поэтому были прекрасными мореплавателями, воинами и купцами. Я бы сказал так, русы – это не национальность, это авторитетная славянская группировка. В любом случае, именно на этих островах соединились не два народа, а две профессии купцов и бойцов – варягов и русов. И силище образовалось великое. И хотя две группировки веками враждовали за владение Балтийским морем скандинавы, викинги, вороны и варяги, русы, соколы, море называлось варяжским. Это означало, что контролировали море не скандинавы, иначе бы оно называлось скандинавским. А теперь самое интересное. Помните, я говорил, что скорее поверю в достоверность легенды, чем в то, что напечатано сегодня в учебниках истории. Так вот, в следующий пункт нашего путешествия направят нас строчки знакомые с детства сказки. Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна. Вот он, знаменитый остров, о котором мы все знаем с детства по любимой сказке. И желанная страна, помните, как дальше у Пушкина вот уж издали видна. И это реальная, желанная страна наших предков. Не мифическая, не легендарная. Здесь жил народ, который называл себя русами. Главным священным островом, на котором в то время мечтал побывать любой славянин, был остров Руян. Сегодня он находится в Германии и называется Рюген. Ежегодно его посещают тысячи туристов. И с каждым годом среди них все больше наших соотечественников. Мне удалось только частично посетить вот этот удивительный остров Рюген, как они называют, Руген. И он сейчас пустынный. Когда-то он был цветущий, там был центр славянского религиозного просветительства. Во времена которых мы рассказываем, жизнь на острове Руяне-Буяне кипела. Здесь были торговые причалы, величественные храмы, священные рощи, множество крестьянских городищ, поселков. В бухточках стояли военные флотили из десятков прекрасных лодий. Кстати, словарь Брагауза и Фрона, слово «буян» нам очень интересно расшифровывает. Причал, на котором стояли амбары, внимание, с солью. Представляете, сколько знаний хранит славянский язык. Тут вам и связь с варягами-варщиками соли, и с голубоглазыми русами ее охранявшими. О, сколько нам открытий чудных приготовил остров Буян. Я приехал и увидел этих голубоглазых, чудесных студентов, немецких археологов. Они мне говорят, ой, как жалко, я немножко по-демецки говорю, как жалко, что вы на два дня раньше не приехали. Я говорю, почему? А мы нашли лодку времена Рюрика. А я говорю, ну, где же она? А мы ее закопали назад. Он говорит, здесь все, до магмы славянская. Вот эти слова до сих пор живут в моем сердце, они меня как ножом полоснули. Остров Рюген-Руян овеян мистикой. Уже на подходе к нему с моря мы встречаем множество кораблей с туристами на борту. Оказывается, популярный здесь туристический маршрут называется «К началу сотворения мира». Я волнуюсь, мы находимся в центре мироздания. Русы верили, что отсюда начинался мир. То место, которое находится за моей спиной, до сих пор называется Королевский трон. Русы называли его Царским троном. На этом троне восседал Король мира. Он его создавал отсюда. Как я уже сказал, Руян был столицей всех Варяжских островов. Здесь находился священный город Аркона. Он был неприступен. До сих пор отчетливо видны остатки гигантских земляных укреплений. Вот на этом месте находился славный город Аркона. Столица острова Руяна. Столица русов. Вы видите вал, который окружал город. Вал был неприступен. В главном храме Аркона жил священный белый конь. К нему обращались за предсказаниями. Если конь ступал с левой ноги, быть беде, с правой все будет хорошо. Вот так и появилась примета, с какой ноги встал. С левой значит день не заладится. И наоборот. А на высоком берегу над халцедоновыми скалами возвышался главный бог западных славян Свинтовид. Его высоченный деревянный кумир издали был похож на маяк. Интересно, что здесь на острове Рюгени Руяне на немецкой земле мы можем увидеть, как выглядели наши славянские боги. Вот он, главный бог русов-славян Свинтовид. Он стоял на мысе и смотрел на все четыре стороны. Он должен был видеть мир и говорить, как жить. Я не вижу ничего плохого в том, что мы хотим знать, как выглядели когда-то наши славянские боги. Почему греки с таким уважением относятся к статуям Аполлона, Афины, Зевса? Я думаю, что мы должны взять с них пример и также бережно, по-музейному относиться к своему прошлому. Ведь в любой мифологии заложена глубинная философия народа. Боги славян – это солнце, это земля, это ветер, это природа, это день и ночь, это жара и холод. Не считаться с этими богами невозможно. Итак, мы можем себе представить, как столетия назад сыновья Гоцлова высадились на каком-то из ближайших к Рюгену островов, а может быть и на самом Рюгене. Почему именно здесь? Как мы уже выяснили, на этой земле располагались отважные дружины варягов русов, которым потом летописцы стали причислять и Рюрика с братьями. Ибо дом Рюген в те времена был самым безопасным местом для сыновей славянского князя Гоцлова. Вот в таких небольших городищах, окруженных непроходимыми лесами, болотами, на берегу какого-нибудь маленького потайного озера и воспитывались, как правило, в безопасности княжеские сыновья, обучались военному делу, обучались умению выжить в любой ситуации на природе, то есть учились главному мастерству защищать свой род, быть соколами. Аркона погибнет лишь в 1168 году. Погубят столицу славян несметные богатства. Ведь все, кто приезжал в священный город, оставляли щедрые дары, чтобы умилостивить богов. На поклон главной святыне четырехглавому святовиту тянулись воины, купцы и тысячи паломников со всего славянского мира. Помните строчки Пушкина из той же сказки о царе Салтане. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. Все в том острове богаты, изоп нет, везде палаты. Очередное мистическое совпадение. Александр Сергеевич как будто действительно описывал чудо-град Аркона. Здесь скапливались огромные сокровища. Археологические раскопки обнаруживали и золото, и серебро, и арабские монеты. Создается впечатление, что здесь хранились просто несметные богатства. К 12 веку храмовые комплексы острова Рюгена-Руяна были настолько богаты и влиятельны, что это не могло не раздражать крестоносцев. Остров объявили седалищем идолослужения и судьба его была предрешена. По приказу датского короля Вальдемара Даны уничтожили Аркону. Под мощным натиском крестоносцев крепость пала, святилище было уничтожено, большую часть руян-славян вытеснили с острова, меньшая а не меньшилась. В 14 веке умер последний руянский король Вислав Третий, которого папа Римский, между прочим, называл королем русов, а не ругов. Место, в котором я нахожусь, не просто интересное, оно знаковое. Буквально в течение двух десятилетий после того, как был разрушен завоевателями храм Свинтовита в столице Руссо-Фаркони, на этом месте установили первую христианскую церковь. Но оставшиеся в живых жители острова не были в то время христианами, их надо было привлечь в новый храм. И вот что придумали очень остроумно. Взяли камень с фундамента старого храма Свинтовита, сложили и на этих камнях установили новую церковь. Казалось бы, обычная лютеранская церковь. На шпиле даже золотой петушок, как из сказки Пушкина. Но давайте заглянем в небольшую комнатку сбоку. Она как бы пристроена к церкви. Взгляните внимательно на этот камень. Он из храма Арконы, лежащий свинтовит, поверженный. Ведь не сразу всех завоеванных можно было обратить в новую веру. Какой тонкий расчет. Те, кто продолжает поклоняться старым богам, пускай тоже приходят в нашу церковь и молятся своему богу. Но пусть видят, что его бог повержен и находится в маленькой бедненькой пристроечке, так постепенно и в нашу веру обратиться. На Рюге не осталось множество артефактов, связанных с историей и традициями русов. Иногда послания из прошлого встречаешься в совершенно неожиданных местах. Вот, например, камень, найденный историками в лесу недалеко от разрушенной Арконы. Камень как камень, на первый взгляд. Но как он сюда попал? Версий немало, и с каждой можно поспорить. А вот тот факт, что к нему на поклонение шли ни одно столетие русы, неоспорим. До сих пор в народе этот камень называют сказочным. Сказочными камнями называли те камни, которые обладают целительной силой. И, судя по всему, по глубине этого следа ни сто, ни двести, ни триста лет, а много-много веков люди прикасались к нему, причем левой ладонью. А левая рука обладает особенной силой, энергией сердца. Поэтому, я думаю, не случайно этот камень напоминает форму сердца. Целебный камень. Сказочный. Да, сегодня остров Рюген принадлежит Германии, но каждый уголок его таит в себе славянское прошлое. Если посмотреть на карту Рюгена, то удивляешься, почему он сегодня называется Руянов. Смотрите, какие интересные названия городов. Сегард, Витов, Устав, Цирков, Гарц, Бобин, Болчев и Матчев. Ощущение, что на этом острове все какое-то родное. Посмотрите на это болото. Ну, какое оно немецкое. Такое чувство, будто вот-вот из него наша родная Кикимора вынырнет. Что русалка на ветвях сидит, что вокруг болота на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Так и хочется вспомнить Пушкина. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Можно представить себе, как Рюрик с братьями жил на прекрасном острове Руяне. Ходил с варягами в морские походы по Балтийскому морю. С чего вдруг он отправился со всей своей дружиной и братьями на Ладову? Для этого должен был быть какой-то весомый повод, согласитесь. В 9 веке поход к берегам Руси с целью наживы представлялся не самым разумным предприятием. Даже норманисты так и не смогли внятно объяснить, зачем, согласно их теории, норманы пришли на Русь. У меня всегда возникает, как у обычного человека вопрос, чего им надо было этим норманам, которые разоряли цветущие берега Италии и Франции, Южной Франции, чего им надо было в этой глуши, в этих болотах, понимаете, на этой Ладоге, в этих северных, понимаете, широтах, вы знаете, я логику этого не понимаю. Очевидно, что уже в 9 веке путешествие на Русь для иностранца представлялось мероприятием небезопасным. Опять же, если верить норманистам, мы тогда жили в землянках, ходили в оленях шкурах, с дубиной, такие дикари. Понятно, гостеприимством не отличались, но если серьезно... усмирить любого Ярова на Руси могли легко и быстро. Любого. Чтобы люди понимали, что он не пришел тут самозахватом и не объявил себя вождем. А его об этом сильно попросили. Его призвали, как призывают богов, как призывают стихии, как призывают, не знаю, дождь. Кто же все-таки призвал Рюрика на Русь? Чтобы понять, что произошло, надо посмотреть, как жили наши предки славяне на Востоке в 9 веке. В отличие от варягов-русов, восточные славяне были земледельцами, воевать не любили. У них поначалу не было даже бога войны. В сторону Ладоги, как можно дальше на Восток, славяне уходили в течение последних веков за спокойной, мирной жизнью от европейской мясорубки. Но мясорубка добралась и до них. Тут еще разлад произошел между славянскими племенами. Когда на Руси произошел скандал, скажем так, скандал в основном из-за того, что некому стало править, не стало светоносного князя. Дело в том, что все передрались и переспорились из-за власти. Правителем восточных славян в то время был князь Гостомысл. Тот самый дед Рюрика, отец его матери Умилы. Он вел вечер. Ну, что-то вроде сегодняшнего спикера. И когда Гостомысл видят, что наследников нет, сыновья убиты, он послал за сыновьями своей дочери средней, Умилой. Дошли до Гостомысла слухи, что старший внук Рюрик стал настоящим воином на Варяжском море. Своя флотилия, дружина Русь подобрана из надежных бойцов, сказывают, что в сражениях непобедим. Волхвы выучили на славу и другим премудростям, будто бы даже мог взлетать соколом над полем битвы, недаром звался Рарагом. Те же волхвы предсказывали, что великие дела ему совершить предначертано. Надо к нему гонцов посылать, а то земля богата, а защитить ее некому. Кто ж это сделает лучше, чем такой внук? Но внуку, тем более не от старшей дочери, а от средней, по закону, власть передать нельзя было. И что придумал премудрый гостомысел? Будто бы он видел вещий сон. Из чрева средней дочери у милых рождается державное дерево, которое листьями покрывает большую часть земной суши. Ох, и мудрец он был. Понимал, закон славяне не всегда чтут. Другое дело, сон, тем более вещий. Для славян вещий сон важнее любого закона. Позвал гостомысл волхвов, те сразу его задумку разгадали и на вече подтвердили, мол, мы тоже сон гостомысла видели. Проголосовали, большинство в сон поверило, а державное дерево впечатлило. И послали гонцов на Варяжские острова со словами «Придите и владейте нами, земля наша богата, наряда только в ней нет». И Рюрика позвали, каким образом, вот там же в летописях, «Приходите и владейте нами», да, слово «Не господствуйте над нами, не царствуйте над нами, оволодейте». Что такое «володеть»? «Владеть», то есть «владе деять», творить лад. То есть владение это создание лада между племенными, родовыми вождями и князьями. Скорее всего, посоветовался Рюрик с матерью, братьями. И теперь мы можем только гадать, почему на этот дедов призыв согласился. То ли чувствовал, что действительно больше способен, чем просто быть авторитетом на островах, то ли, как сказано в одной легенде, влюбился в княжну с Ладоги, то ли волхвы ему опять подсказали, что пора собирать славянские земли воедино, иначе все их народы по одному своих земель лишатся. Взял он с собой братьев, мать, лучших ватажников, и вот на Лодьях, летом, как сказывали в народе в Перунов день, пришел будущий русский князь на мирную ладожскую землю со всей своей дружиной Русью. Братьев своих с их дружинами посадил Рюрик княжить одного в Изборске, другого на Белозе. Великий стратег оказался, замкнул все возможные речные пути для разбойников и захватчиков. И в центре этого замкнутого треугольника срубил новый город. И стал он называться Новгород. Он посадил их там, в этих сакральных точках, откуда можно управлять вот этой огромной землей. Земля, на самом деле, в то время была огромная. Арабские путешественники просто не понимали, в какую страну они попали и какие ее размеры, докуда она простирается. Сам Рюрик сел княжить в Ладоге. Археологические раскопки показали, что именно в это время здесь начался активный рост населения. Вообще большая часть Ладоги заселена в 830-840-е годы. Это какой-то взрывообразный рост поселения. Скажем, домиков если было 2, 3, 4, 5, их резко становится больше. Что это такое? Рюрик, не Рюрик, я не знаю. Но то, что взрывной рост поселения, это мы говорим довольно точно. Много из того, что я сейчас рассказал, было описано в Иакимовской летописи. Татищев вернул ее обратно в монастырь, откуда взял. И потом она загадочно исчезла во времена правления в Российской Академии немцев. Так что хвала российскому Геродоту Татищеву, который успел не только составить первый российский исторический труд задолго до Крамзина, но и подарить его императрице Екатерине II. Та не просто была трудом восхищена, но еще и сама написала пьесу под названием «Историческое представление из жизни Рюрика», в которой вывела первого русского князя выходцем из Ольденбурга Стареграда Рерика. Видимо, в Екатерине проснулась родовая память ее о немеченных славянских предках. И что бы ни писали норманисты, гостомысл оказался прав. Его сон действительно стал вещем и воплотился в жизнь. Державное дерево покрыло листьями большую часть суши и стало называться это дерево Русью, а позже Россией. Сыновья русов от славянок русичами, а их дети русскими. А слово «варя» как оно приятно русскому слуху. Недаром один из самых знаменитых крейсеров в истории России был назван «Варяг». И моряки этого крейсера чувствуют, что не могут опозорить славное слово родителя российского. Во время русско-японской войны совершили подвиг, который впечатлил даже врагов. А песню, посвященную гибели крейсера «Варяг», знали все от мала до велика, потому что она была символом отваги и российского единства. Вот помним же мы свою новую историю. Историю знаменитых боев, биографии великих полководцев, даты важных сражений, но не менее важно знать историю предков пращу. Я вообще считаю, что самые главные вопросы для человека это кто-то откуда и куда. Вот если нет корешков, не будет вершков. Вот если у тебя нет великого прошлого, у тебя не будет великого будущего. Американцы, французы, англичане, евреи, итальянцы, греки молодцы, чтут свою историю, не позволяют ее осквернять. Нам надо учиться этому у них. Все народы на земле достойны уважения. Но чтобы это понять, надо научиться прежде всего уважать собственный народ. Русским надо заново учиться быть русским. История повторяется. Нас сегодня славян снова ссорят наши западные соседи. Украину с Россией, Россию с Белоруссией. Нас снова пытаются убедить, что у славян до 10 века не было истории, не было культуры. и мы к сожалению верим. Поэтому мы сняли наш фильм в память о тех мудрых предках, которые догадались объединиться и образовать мощное непобедимое государство. История